Ну, как вы знаете, у нас сейчас стала капиталистическая страна, где на первый план вышел бизнес. И все стремятся снимать коммерческое кино. Но ужас в том, что большинство режиссеров и продюсеров элементарно не понимает, что такое коммерческое кино. Вот я общался со многими, и в их понимании вот это два критерия. Больше разборок этих вот скандалов, ну, есть такое как бы правило, что чтобы создать сюжет, нужен конфликт. Так вот они не один делают конфликт, а на каждом шагу. Вот как у Чаплина раньше, он шаг сделал, там какая-то хохма, юмор. Но это комедия. А у них разборки, разборки, разборки. Просто невозможно некоторые фильмы смотреть. То есть вот разборки и набрать звезд. Вот в основном по двум критериям этим они и снимают. А вот такое понятие, как зрелищность, вот то, что и называется коммерческим кином, как вот на Западе. Там смотришь, там Троя, Спартак, там оторваться невозможно. Даже вот, казалось бы, бытовой фильм, там, «Однажды в Америке». Вот этого, к сожалению, у нас нет. И еще проблема в том, что кино стало проходной двор, кормушкой. Нашел режиссер деньги там или продюсер. Вот для него главное накормить своих близких, родственников. У каждого мэтра у него свои чады, внуки, племянники, племянницы, ученики. И все хотят денег и славы, притом на халяву. Вот это сейчас главный критерий кумовства. Талант, такое ощущение, что он вообще не нужен. Вот я даже пример по себе приведу. Я в рейтинге популярности по опросам читателей был человеком 94-го года. Это когда я в начале года, в феврале, начал играть Леонид Голубкова в рекламе. Популярность была сумасшедшая. То есть мне вот друзья, актеры, режиссеры знакомы, говорят, Володя, если бы ты жил в Америке, ты бы стал звездой Голиуда. То есть в той же Америке меня бы продюсеры там завалили предложениями. А здесь, ну так, иногда в эпизодике играю. И то часто играю себя, как бы, в предлагаемых обстоятельствах. То есть вот нет этой школы коммерческой. Много людей в кино случайных. Просто их вот тащат, этих всех родственников. Ну и вообще сейчас главное деньги. Деньги есть, любой дворник там, пастух может снимать кино. Вот в этом проблема. И они не думают о детях, о воспитании. Вот и стараются снимать коммерческие фильмы. И коммерческих у них не получается, и детских нет. И фактически вот детям вот не на что расти. Раньше хоть была и конъюнктура, но, как, цензоры, ну, хороших фильмов было больше, как ни странно. Хотя некоторые вот режиссеры в застойное время говорили, да вот дайте нам свободу, мы тут такое наснимаем. Ничего не наснимали. Вот перестройка сейчас никто из правительства на них не давит. Мол, снимайте, что хотите и как хотите. А нет, результата нет. Вот нет талантов. Все на кумовстве. То есть вот у нас главное получить деньги на кино. А в Голливуде, на Западе, там главное продать продукт. А чтобы его продать, он должен быть качественный. Тогда его купят. Если он плохой, его не купят. Вот, поэтому они стремятся к качеству на Западе, в Голливуде, а у нас больше к количеству. Деньги получили, и ладно, там какую-нибудь чернушку напишем, или пародию, там, или возьмем хит, там, 70-х, 80-х, перелопать ему на современный лад. Вот даже классику опашливают. Вот проблема, вот культуры не хватает и профессионализма, и зрелищности, этой романтики, как Эмиль Латяну раньше был, помните, режиссер. Продолжение следует...